итак доброе утро всем hello здравствуйте дорогие друзья так всем доброе утро как-то странно а посмотрите как она идет что-то он почему-то перевернул меня перевернул у меня почему-то так доброе утро как меня видно как меня слышно сегодня будет вот такая трансляция узенькая посмотрим протестируем узенькую трансляцию почему-то он не переворачивается как видно как слышно я буду сегодня длинненький и узенький ребрендинг хорошо ребрендинг мы сегодня и я где-то на неделю на неделю я выпадаю из урока будет проводить это это будет проводить уроки по книге по книге перте вот получение отцов значит перте вот это трактат из устной торы которые как уже из названия следует получение отцов он тоже та же цель объяснить как жить как правильно относиться это такая психология торы мусар и значит ну и тан интересно очень рассказывает полез то есть мишли это как корни а перте вот это уже как как ветви такие да на которых растут плоды то есть это но направление то же самое как правильно жить как правильно относиться к жизни как пройти этот жизненный путь с минимальными ошибками и с максимальными бонусами все а мы продолжаем изучать двадцать первую главу двадцать первую главу пока все собираются я расскажу сейчас чуть-чуть для вчера очень удивила одна история есть известная история привожу к нигде полв Entlia сто пока лет вот когда мы изучали клет там была глава о том что вот не надо быть слишком цариком и я привел не надо быть слишком праведником я привел один пример когда один чека был такой илан雨 костман авто который это был первый взрасте космонавт который полетел в космос и он полетел когда в космос прямо перед отлетом когда они готовились к этому полету то, что называется Хазар Бутшува, он стал религиозным. То есть он был из кибуца, из такой социалистической, коммунистической семьи. Он был один из тех летчиков, которые разбомбили иракский ядерный реактор. Такой был воин, вот именно израильтянин, такой из нерелигиозного Израиля, такой символ нерелигиозного Израиля. И тут он, значит, летит в космос, и когда он готовился к этому полету, он вдруг начинает соблюдать заповеди. Он просит, говорит, я еврей, дайте мне кошерную еду в космос. Ну, ему начинают готовить там в тюбите, чтобы была кошерная еда. Он говорит, я еврей, поэтому я должен соблюдать шаббат, и мне только в космосе одна проблемка, что он же летает, этот космический корабль вокруг Земли, и шаббат непонятно, потому что у него солнце встает каждые полтора часа, встает, садится, встает, садится. В общем, провели исследование, сказали раввина, хотя такого не было постановления никогда, но как ему соблюдать шаббат? Значит, решили, что если он хочет соблюдать шаббат, то у него будет по месту вылета. Вот как он вылетел, когда там шаббат, так значит у него шаббат. И когда они уже взлетели, то когда они первый раз пролетали над Израилем, весь Израиль ждал, что он скажет, и он вместо Димна Атиква сказал, сказал, Шма Исраэль, Ашем Элокэн, Ашем Эхатн. Он сказал, слушай, Израиль, Бог наш всесильный, Бог один. Бог один, един и так далее. Ну, в общем, все. И вообще, это называется Тедуш Ашем, освящение имени Всевышнего. И тут, значит, при приземлении корабль взрывается, и он гибнет. Значит, он гибнет, ну, все космонавты погибли, он погиб, все. Теперь, значит, ну, я слышал одно объяснение из этой истории, от одного такого очень раввина, такого глубокого, серьезного. Он сказал, что есть такой в Торе закон, что поднимают святости и не опускают святости. То есть, если какое-то животное, например, оно было назначено жертвой, оно, ну, то есть, выведено на святость, да, то есть, на ступень, как бы, посвящения Всевышнему, оно уже обратно не может уйти в обычное животное и начать пахать. То есть, как поднимают святости и не опускают святости. И он, значит, вышел прямо на ступень великого садика, праведника, там, человека, который, ну, как осветил имя Всевышнего, и как, ну, вообще просто сделал такое для, для, для одухотворения Бога и жизни, ну, то есть, нашей, да, он сделал невероятную вещь. Если бы он спустился, и куда бы он попал? Вот в этот, опять, свою нерелигиозную среду, не соблюдать шаббат, там, ну, то есть, была сложная такая у него, видна, жизненная ситуация, и Бог его забрал сразу к великим праведникам туда. Ну, смерть секундно, он только, там, оставалось несколько минут до приземления, они, значит, уже готовились, ну, то есть, он в прекрасном настроении, в отличном, и в секунду он умирает. Такая история. Ну, как-то ее надо объяснить, но сказать, что он, как бы, умер, мучаясь, он не мучился, они в секунду все исчезли, да, то есть, страх, не было страха. Ну, то есть, такая легкая смерть в напите, грубо говоря, напите духовного, духовной формы. Теперь, значит, ну, интересно продолжение. Через несколько лет его сын, который тоже был летчик-истребитель, во время учений подибает, разбивается самолет в Израиле, и он подибает. 21 год. Я не знаю, единственный или нет, можно посмотреть в Витипедии, надо посмотреть. Но вчера, почему об этом вспомнил, назвали в честь его и в честь сына, назвали аэропорт. Новый аэропорт в Израиле в этой самой, в Недиве построили аэропорт какой-то, назвали имени Илан Рамон и сына его, я не помню, как звали. А теперь, теперь, но вчера, почему об этом вспомнил, что вчера умерла его мать, то есть, жена этого Илана Рамона в возрасте 54 года, после долгой продолжительной болезни умерла его мать. Ну, то есть, считай. То есть, мы не понимаем, но это же не случайно, но не может быть, чтобы это все было вот такая случайная, вдруг, если средняя продолжительная жизнь в Израиле 85 лет, то есть, почему вдруг целая семья умирают все неожиданно, раньше срока и так далее. То есть, здесь есть какая-то, какая-то здесь есть наверняка система, которую мы не можем понять, не можем узнать или можем узнать. То есть, ну, интересно, только меня, значит, ну, факты, да, как человек это опишет, все живут в одном и том же мире, просто все описывают этот мир по-разному. И каждый человек живет не в мире реальности, а в мире своей виртуальной реальности, в мире своего описания. В реальности, это как есть известная история, как рабочие ирландцы работали, работали, значит, строили что-то, да, и они строили возле публичного дома. И тут они смотрят, заходят, значит, туда в публичный дом, а ирландцы-католики заходят протестантские священники в публичный дом. Они говорят, вот, посмотри на этих протестантских священников, значит, вот они какие, посмотри на них. Значит, работают дальше, заходят, значит, туда, там, допустим, мусульманский священник. А они говорят, вот, посмотри на них, вот это вот настоящие, значит, священники. Значит, заходят там раввин туда, в публичный дом тоже. Они, вот, посмотри на них, на этих раввинов-евреев, вот это они все такие. Тут они дальше работают, тут заходит католический священник туда, их, ну, именно католический. Один другому говорит, боже, что-то случилось, наверное, там кто-то тяжело заболел, и он пошел ему помогать. Да. Ну, говорит, точно что-то случилось, и он пошел, этот святость человек пошел туда, ему помогает, да. Ну, это какой-то девочке, там, или еще кому-то. Понятно, да, то есть, мы все равно живем, каждый живет в мире своего описания, каждый действует, исходя из своего описания, и в итоге каждый получает результаты, исходя из своего описания мира, исходя из своих решений. И дальше, опять же, ну, то есть, сейчас я не буду туда вдаваться, просто рассказал, пока все собирались, что меня чуть-чуть удивило, вот, за последние дни, если... Оно так связалось просто. В книжке «Экклезиас» я прямо эту историю рассказывал, и именно там я именно привел ее как иллюстрацию тому, что человек, который в чем-то выбивается из нормы, даже в святом выбивается из нормы, то есть, он идет... Иудаизм – это золотая середина, это умение пройти очень правильно между крайностей. И вот иудаизм, ну, именно в интерпретации царя Соломона, он прям конкретно звучит в Каэлите, не будь слишком цадиком, не будь слишком злодеем, старайся идти по жизни, чтобы и то не отпускать, и материальное, и духовное. Говорит пертьевод, там, Рабан Гамлеель, что прекрасно совмещать изучение Торы с работой, что когда ты вместе этим занимаешься, это... у тебя нет времени грешить, ну и так далее. То есть, должна быть норма, золотая середина. Любой выход из нормы в крайность, он чреват обязательно какими-то резкими последствиями. И в плюс ты выходишь, и в минус ты выходишь. Все, понятно. Именно к чему я говорю, вот, Алекс Поделко, доброе утро, что люди гоняются за славой, люди гоняются за признанием. И тут целый аэропорт в Израиле, назван их именами. Но та цена, которую за это заплатят, они заплатили, например, она, с точки зрения, ну, она соответствует тому, что назвали там, один из трех аэропортов, назвали их именем. То есть, если ты хочешь получить что-то из ряда, вот, выходящее такое прям, ты должен заплатить цену, которая этому соответствует. Понятно, да? Хорошо, двигаемся дальше. У нас 21 глава, мы изучаем, как идти золотая середина. Царь Соломон, это великая мудрая золотая середина, чтобы и деньги были, и здоровье, и счастье, и долго жить, и все, чтобы было хорошо, и потом еще, чтобы была вечная жизнь. Все. Как это получить? Значит, мы остановились до, что, значит, тот, кто, тот, кто, значит, слишком уходит в кабалу и сбивается с пути, он будет отдыхать в сонме с ненастоящими, в сонме ненастоящих покойников. Значит, человек, который слишком стремится к радости и к удовольствиям, и для этого бухает, и есть мясо, и вино, значит, у него будет недостаток, и он не разбогатеет. То есть, тоже нас от этого предостерегли. И от кабалы, и от алкоголизма, и от обжорства. Царь Соломон нас от всего предостерегает. Но при этом говорит, не впадай в крайности. То есть, а что же делать-то? Давайте посмотрим, что делать. Дальше он нам говорит, от жены сварливая и гневливая убегай в пустыню. А если это жена, мы понимаем, как интеллект, то убегай в место, где нет, ну, как бы тебе ничего не... Пустыня это как место пустое, где тебе ничего не хочется, никуда не стремишься. Даже от себя иногда надо убежать в такое место, поняв, что все твои стремления, ожидания и так далее, все это закончится, и все. То есть, это ты сам себе напридумывал, как должно быть, а оно не так, и как это плохо, и как же это можно вытерпеть, да, я с ума сойду, если я сейчас не получу то, что я хочу, и я сейчас там... Ну, и так далее. То есть, люди сами себе создают эти растяжки у себя же в голове, и сами же потом переживают сильно. Да, уйди в пустыню, чуть расслабься. Теперь дальше. И вот мы пришли к тому, к 20-й отрывок, он звучит так. Оцер Нехмат вешемен бинвэ хахам. Значит, сокровище приятное, желанное, Нехмат это приятное, желанное, сокровище приятное, желанное, и жирок, шемен это жир, и жир, в жилище, в жилище кого? Хахама, мудреца. То есть, у мудреца будет у него и сокровище желанное, и жир у него будет в его жилище. Уксиль, Ксиль это глупый грешник, Адам Ивлаена. Значит, человек, который глупый грешник, его, его, значит, глупость, вот эта грешность, она все сожрет. Ивла это проглотит, сожло, сожрет. Значит, а как переводят здесь? Вожделенный клад и туг. Туг. Значит, переводчик был такой, видно, старорусский какой-то у него язык. Не жирок, а туг он его перевел. Туг. Вожделенный клад и туг в доме мудрого, а глупый человек поглощает их. Так, это официальный перевод, я даю перевод, который основан на объяснении каждого слова тремя комментаторами, ну, и, там, сравнение нюансов написания с другими местами в Туре. Значит, поэтому мой перевод, я считаю, точнее. Вожделенный сокровище желанное, и Нехмад это и приятное, ва Шемен. Шемен это не только жир просто, и жир в доме Хахама. Хахам это тот, кто обладает именно не просто мудростью, а божественной мудростью. И Ксиль это грешник по вожделению, который, ну, по глупости своей грешит, он не может с собой совладать. И, значит, Адам это человек, и Явлено это проглотит его. Значит, объясняют комментаторы следующим образом, что если человек делает все по уму, то есть он, то, к чему мы стремимся, золотая середина, но именно используя аксиомы Торы. То есть, есть, всегда человек делает выводы из каких-то правил. Но вот эти вот правила, если они неверные, то я как бы не делал логичные выводы, но если я беру исходные правила неверные, значит, значит, и следствия будут плохие. Поэтому Хахам это тот, кто взял за аксиомы, это божественная мудрость. То есть, возьмем по-простому там 10 заповедей, да, это, это безусловно правильные вещи. Вот он берет их как аксиомы, из них начинают правильные делать выводы. Это Хахам. Теперь, что нам обещает царь Соломон? Он говорит, что будет у него сокровище приятное, и жирок у него будет в доме. Значит, что за сокровище будет приятное у него? Дальше он объясняет, как его получить. И будет понятнее, из следующих отрывков будет понятно, как это сокровище приятное получить. Здесь идет просто обещание, что дурак и грешник, он сам себя, сам проглатывает свою жизнь. То есть, я приведу несколько примеров, один какой-нибудь пример, как дурак и грешник может проглатывать свою жизнь. Очень просто. Вот, например, человек работает на хорошей работе, и у него есть перспектива роста, да, роста развития. Но он берет, и у него есть возможность там что-то украсть, сделать какую-то временную штуку, которая ему принесет на этом этапе больше денег. Но это его действие проглатывает всю его перспективу. То есть, он согрешивый, сделав какую-то вещь, это проглатывает всю его перспективу. А? Подальше, да? Отлично. Теперь другой вариант. Другой вариант. Значит, девушка познакомилась с парнем и хочет с ним строить семью. Теперь хочет она с ним строить семью, все, а потом она набухалась и с другим парнем уехала, ну, куда-то уехала, да? Итогом, что является, что тот парень, который хотел с ней строить семью, значит, он с ней семью строить не хочет, а тот, с которым она уехала, это временно какое-то было развлечение, но это проглотило ее будущее. Понятно, да? То есть, как грешник по вожделению, его действия, они как бы проглатывают потенциальные возможности, которые перед ним были. Теперь возвращаемся к тому, в 21 отрывке нам объясняется, а к чему надо стремиться и как надо действовать. Что такое хорошо, нам объясняет царь Соломон, мудрейший из людей. Он говорит, Рудем дздака вахесет, имца хаим дздака вековод. Он говорит так, что тот, кто гонится за дздакой, дздака это милосердие. Теперь вахесет. Хесет это добрые дела, которые ты делаешь по отношению к людям. То есть, в чем разница между дздака и хесет? Хесет это милосердие, дздака это, ну, помощь, помощь тоже, да? Ну, дздака переводится, само слово, справедливость. И здесь, как бы, Бог сказал, что я тебе даю деньги, вот каждому он это сказал, то есть, дздаку должны давать все, но в твоих деньгах есть доля бедного, которую ты должен раздавать бедным. То есть, это так задумано. То есть, у Бога есть такая, как бы, идея, ну, идея, что так устроен мир, что так оно должно быть устроено. И когда ты выполняешь заповедь дздака, то ты, дздака это справедливость, это ты не делаешь ничего сверхъестественного, то есть, он тебе дает деньги, в них есть доля, чтобы ты дав эту часть денег кому-то, у кого их нет, в этот момент ты получаешь на небе, это заповедь между человеком и Богом дздака. То есть, это заповедь, за которую Бог платит вечной жизнью, и поэтому говорит Рамбам, то тот, кто дал, например, тысячу монет, и тот, кто дал тысячу раз по одной монете, так тот, кто дал тысячу раз по одной монете, у него награда во много раз больше. То есть, здесь не деньгами идет, а именно выполнением вот этой вот заповеди. И самая такая вот, есть сгула, да, сгула это волшебное как средство, да, такое. Если ты хочешь, чтобы что-то вот на небе тебе, ну, прям пошел свет, бонус, и там, ну, ты как бы нажал на кнопочку какую-то, да, самый простой способ это сделать, ты даешь дздаку, выполняешь заповедь, кладешь там монетку или купюру в коробочку для дздаки. Желательно, чтобы дздака шла, шла не, когда ты даешь кому-то, например, напрямую, то, с одной стороны, это лучше, это лучше, потому что ты видишь, кому ты даешь, с другой стороны, это хуже, потому что ты сразу же получаешь в ответ оплату, благодарность, почет, о, он такой хороший человек дал деньги, да. Теперь, поэтому лучше давать в тайне, тогда просто зажглась лампочка на небе, и у тебя включилось только с Богом взаимодействие. Понятно. И тогда в этот момент ты можешь, да, вот есть семь уровней дздаки по Рамбаму, и там может сразу их скопировать и бросить их в комментарии, да, он нашел, как вот Рамбам, великий мудрец, он сказал, как правильно давать дздаку, выполнять эту заповедь дздаки. Теперь, милосердие, вот этот хэсед, это между людьми. Например, вот сейчас, сейчас Эитан сделал нам доброе дело, он нашел эти семь уровней дздаки по хэседу. Он кому сделал доброе дело? Нам сделал, людям. Значит, мы Эитану благодарны, он выполнил это тоже заповедь, но когда ты делаешь добрые дела, проведываешь больных, там, я не знаю, говоришь доброе слово, неважно, сколько у человека денег, то есть ты можешь добрые дела делать кому угодно. В этот момент, значит, ты включаешь процесс, который, та мера, которую человек меряет, меряют ему. То есть очень хорошо индусы красиво назвали это кармой, то есть каждое твое действие, оно оставляет след и к тебе возвращается. У нас это называется мера, которую человек меряет, меряют ему с неба. То есть когда ты делаешь вот эти вот действия дздака, то ты на небе себе включаешь духовную какую-то дивиденды. Когда ты делаешь добрые дела, ты на земле себе включаешь отдачу, обраточку, да, такую. То есть ты кому-то делаешь добро, и оно потом к тебе возвращается. Так что он найдет, такой человек? Такой человек найдет хаим, жизнь. То есть его жизнь будет наполнена, ну, именно жизнью, потому что попробуйте, давайте от обратного пойдем. Человек мне говорит, Богу, а то, что ты мне даешь, а я, вообще это не ты мне даешь, все мое. Дальше люди, ну, я сейчас вам всем сделаю, значит, и начинают всех прессовать, всех прессовать, никому ничего добра не делает, ни одному человеку добра не делает, да. Даже всем своим, кто его окружает, он всем делает только зло. Долго такой человек продержится в живых? Недолго. То есть у него все от него отвернутся, Бог от него отвернется, и такой человек, он, если он не будет вообще делать ни добра, ни никому не помогать, то есть он не будет ничего из себя выдавать для этого мира, то он моментально исчезнет. То есть человек может в этом мире существовать, только если он хоть кому-то делает добро, и хоть кому-то приносит пользу. То есть невозможно в этом мире получить, ну, опять же, если это бандит, он забрал деньги у кого-то, но если он тут же своим всем пороже дал, что сделают его ближние, ну, которые его окружают, они его сдадут, и убьют тоже. То есть все равно человек кому-то должен сделать добро, для того, чтобы, ну, иметь хоть какую-то жизнь. Понятно, да? Поэтому, но тот, кто стремится к милосердию и к хэседу, к добру для людей, он получит жизнь, получит сдакат. Сдакаты на небе к нему тоже будут так же относиться, выдавая ему, когда ему что-то надо, и кого-то получит он почет. Но здесь в слове почет зашифрована вечность. То есть почет это не тот почет, который у нас почет. Что такое вообще почет? Почет это некое духовное удовольствие, которое человек испытывает, когда его уважают. Но в реальности, что это? Назовите мне, ну, что такое? Как можно потрогать почет? Почет это чистое ощущение, которое человек испытывает, меня уважают, а как ты знаешь? Ну, он так на меня посмотрел, а может он вообще что-то другое имел в виду. Ну, он же ко мне утром пришел, там что-то сказал, да? То есть человек почет, он испытывает какое-то ощущение, но как бы по факту его не потрогаешь, это ощущение. Теперь, поэтому сравнивается почет, это то, что человек будет испытывать вот эти вот ментальные удовольствия, уже находясь в раю, там, где нет тела. То есть это называется почет. Понятно? Теперь дальше, теперь дальше, дальше 22-й отрывок. Ир-Гибурим, Ир-Гибурим, Алла-Хахам, Вейерет-Ос-Мифтыха. Это значит, тут очень сложная такая штука. значит, написано так, на город, на город, Ир-Гибурим, это город, город сильных, мощных, город сильных, мощных, Алла-Хахам, его, на него поднимется, и его захватит мудрец. Город сильных, мощных, мощных захватит мудрец, и Юр-Эд-Ос-Мифтыха. И спустится, ос, это сила такая, сила, обещанная, Мифтыха обещанная. И спустит силу уверенности, вот так можно переводить, точнее перевести. Значит, что имеется в виду? Здесь имеется в виду следующая вещь. То есть, если бы мы не изучали раньше экклезиас, мы бы не поняли, о чем идет речь. А в экклезиасе написано, что один человек-Хахам может захватить целый город Шолтим, который сильных таких гиборим. И там объясняется как. Значит, у человека есть тело, которое живет своей жизнью, инстинкты. То есть, оно полностью управляется инстинктами, физиологией. Человек не думает, ни как руками шевелить, ни как ногами шевелить. И это тело, оно, если хочется кушать, оно требует кушать, и просто оно начинает, ну, то есть, оно управляет у обычного человека. Вот он хочет кушать, все, он уже не может ничего. Хочет он спать, он уже все, не может ничего. Хочет он там размножаться, все, он только об этом и думает, да? То есть, у обычного человека тело, которое, оно же сильное тело, да? оно управляет им, инстинкты управляют. Теперь эмоции. Они как буря, там, человек раздраженный, так, тут он гневливый, так, тут он расстроенный, тут он заплакал, тут он смеется. То есть, обычного человека, его колбасит вот так вот в эмоциональной сфере, вот так, из края в край, тут рыдает, там, как, знаете, как, ну, женщины часто, да, они, тут она рыдает, тут она смеется, тут она хочет, не может. То есть, вот так. Ну, и мужчины такие же бывают, да? То есть, эмоциональная сфера, она тоже, человека колбасит, большинство людей не управляют своей эмоциональной сферой. И это сравнивается с, вот этими вот дебурим-богатырями, да? Которые, знаете, есть такие богатыри, ну, такие мощные, сильные, как, как, значит, в общем, есть богатыри, да, такие мощные, сильные. Быти такие, да. Теперь, а что такое хахам? Что такое интеллект вообще? Где он интеллект этот? Ну, вот где он? Вообще непонятно. То есть, интеллект это человек говорит, мне надо сделать то-то, вот моя цель такая-то, я мечтаю об этом. У меня есть правило, я, например, там, после семи не кушаю. Где сила в этом правиле? Где она? Ну, как бы, человек говорит набор слов, я после семи не кушаю, а ему хочется кушать, и что дальше? То есть, что сильнее, желудок, который вырабатывает желудочный сок, и тело, которое хочет жрать, или мысль, а у меня правило, после семи я не ем. Что такое правило, после семи я не ем? Это набор слов. Но, теперь, если человек хахам, хахам это мудрец, то есть, если он перенес центр управления с собой, именно в этот интеллект, и научился им пользоваться, тогда он может взять под свой контроль и свое тело, и свои эмоции, и свою жизнь, и свои цели, и свое время, то есть, он может захватить вот этот вот, казалось бы, укрепленный город, ну, ну, это сила, но если человек хахам, мудрец, то есть, у него есть эта мудрость, и у него есть вот это, то, что мы изучаем, это называется мусар, это система управления, когда ты ставишь, вот это хахма, это интеллектуальные правила, причем, хахма, это божественная мудрость, когда ты берешь правильные правила, которые создал хозяин мира. И когда ты потом становишься хозяином над своим телом, хозяином над своими эмоциями, хозяином над своим вниманием, это же вообще, обычный человек, он же своим вниманием не управляет. Его просто вот так вот расплющивает, раскискивает. Тут мессенджеры, тут ему звонят, тут реклама, тут позвали, тут начальники, тут эти. То есть обычный человек, он все время в состоянии расфокусировки и разбросанности. Теперь хахам. Кто такой хахам? Это тот, кто управляет. Вначале своим вниманием и своим мышлением. Он его выстраивает. Потом он через вот это вот мышление, он находит способ поставить под свой контроль даже тело. Потому что, вот, например, что такое йога вообще? Йога это система самоконтроля. То есть вот эти йоги, они с помощью вот этих вот физических упражнений, они ставят под контроль свое внимание и тело. Дальше, когда они поставили под контроль внимание и тело, они ставят уже под контроль. Ну, дальше я не знаю, под какой контроль они ставят. То есть, как бы, та система, которая управляет их дальнейшим ходом мысли, она мне неизвестна и непонятно, откуда она. Но сами же йоги, они говорят, что пришел какой-то человек, который сказал там вот так. Да, откуда пришел, непонятно. Как пришел, откуда, кто ему сказал этому, там есть у них, ну, какие-то вот, как они называют источник их вот этой вот йоги. Там есть конкретный персонаж, который как бы это. Но они говорят, что нам, как бы, контроль ради контроля. Но мы понимаем, что контроль ради подчинения своей, своей жизни духовно, не духовной даже, а божественной системе, которую Бог, хозяин мира, установил. И после того, как ты вписываешься в резонанс, вот в эту, именно вот этот вот резонанс божественной воли, да, то, что Бог хотел, когда создавал мир, то ты сквозь этот резонанс, твое я, твое самоосознание, то, что для человека ценнее всего, то есть у йога в этих, вот в чем разница? Главное, между буддистами, ну, образно, да, и вот этим вот евреским подходом к жизни. Евреский подход, он говорит, да, мое эго, мое эго, вот я, как я себя осознаю, это некая виртуальная конструкция, но если я свою виртуальную конструкцию соединю с желанием Бога, которое он высказал, то я все равно уйду в вечность. Именно я. Не я растворю свое эго, и меня не останется. Именно я, тот, который я есть, перейдет на следующий уровень. В этом, как бы, разница, и в этом прикол. То есть йог, он хочет убрать я, а еврей, он хочет свое я соединить с Богом. И не убрать его, а именно соединиться, потому что Бог, он в тебе, и он через тебя проявляется. Вот такой разный подход, как бы он принципиально разный, по сути своей. Но средства могут быть одни и те же. То есть средством является взятие под контроль интеллекта своей вот этой вот животной сферы, своей эмоциональной сферы и своего мышления. Только йог, он свое мышление растворяет, а евреев свое мышление, он ведет его по пути заповеди, и он должен, если Бог создал этот мир, то мир он создал для чего? Чтобы этот мир был. Бог же не играется вот в игру. Если бы он хотел, чтобы мира не было, так его бы не было. Но раз мир есть, значит люди должны жениться и размножаться. Нет вариантов. То есть ты не можешь сказать, а я играю в другую игру. Нет. Если ты играешь по правилам Бога, значит ты должен жениться, ты должен терпеть. Жена это эзеркенэкдо, она помощник против тебя. Ты должен, ты должен, если тебе что-то не нравится, ты должен сказать, что тебе не нравится. Тебе не нравится, что Бог сделал? Или тебе не нравишься ты? То есть, что за гнев, вот это раздражение? Этого всего не должно быть по-настоящему в религиозном человеке. Все. Теперь дальше нам, конечно, мы сейчас должны закончить, к сожалению, должны мы закончить, потому что дальше нам дан, именно нас сегодня мы даже опять затянули. Значит, дальше нам дан, конечно, в следующем отрывке, именно главный секрет, главный секрет, как это все получить. Но я тогда оставлю это через неделю. Продолжение будет через неделю. А пока Эйтан, Эйтан с завтрашнего дня будет проводить вот уроки по пертеавод, по учению отцов. То есть это, это коренная такая система. Опять же, она вот именно, Мишли, это самые корни, то, что мы сейчас учим. А это уже прям из корня, уже великие мудрецы, которые все не знали. Мишли, притчи были все полностью исправлены, они уже давали нюансы, как этим всем пользоваться. Все. Удачи, успехов. Пожалуйста, напишите свои выводы. И контроль, самоконтроль, осознанность. И очень просто это делать. Стоп-броход человек говорит в день. Сто раз, когда вы пользуетесь этим миром, нужно в день сказать осознанно Богу спасибо, вспомнив о Боге, который все нам дает и который наполняет этот мир. Поэтому, конечно, конечно, есть способы быть не просто осознанным ради осознанности, а осознанным ради того, чтобы подчинить свою природу воле Бога. А если мы будем выполнять волю Бога, то все, что мы его попросим, он нам даст. Все. Поэтому мы сейчас я вам желаю хорошего дня, благословения, здоровья, гармонии, богатства и главное, счастья внутреннего и внутреннего спокойствия. То есть, это единственная, это самая ценная вещь в мире, это внутреннее счастье, внутреннее спокойствие. Все, чтобы мы были все счастливы и спокойны. Удачи, успехов! Субтитры сделал DimaTorzok